А мы продолжаем радовать вас свеженькими кадрами с прошедшей премией Муз-ТВ 2015 Гравитация. И сегодня расскажем о первых часах заземления российских звезд на казахстанской земле. И если у нас принято встречать гостей хлебом с солью, то в Астане... В общем, как это было в Астане, расскажет Костя Тарасюк. Смотрим. Такого количества звезд в одном аэропорту не было возможно никогда. Всему виной, конечно же, премия Муз-ТВ 2015 Гравитация, организаторы которой тремя самолетами привозят селепов в Астану. Пять утра, красивые казашки, с красивой музыкой, в красивой музыкальной стране, в хорошей компании. А вот такого приема не ожидает никто. Ну почти. Николай Басков, походу, привык, что его постоянно закидывают чем-то. Ну, цветами, например. Я очень поразила, как в полшестого утра вот эти вот прекрасные девочки, ансамбль, цветы не спят. То есть не только мы не спим, а оказывается здесь еще... То есть, понимаете, Лера Кудря, прилетев на церемонию, решила разобраться, где профсоюзы. И получат для девочки дополнительные часы отдыха. Шутки шутками, а казахстанская традиция чуть не травмировала самого короля отечественной эстрады. Нас кидали с конфетами, Филипп не смог увернуться от одной. Она ему попала в лоб. Ну, вроде жив. Есть такая традиция, как шашу. Мы кидаем конфеты, это значит, мы радуемся гостям и пришедшим. Нет, да. Получается, они должны подбирать конфеты. Но на самом деле никто не понимает нашей традиции. Не, один точно понимает. Телеведущий от Аркушанашвили, который охотно подбирает конфеты с пола. Или это он просто все в дом, все в семью? Да уж, кого тут только нет. Полина Гагарина, Ксения Бородина, Светлана Бондарчук, Серебро, Наргиз. А где мужики? Ну, хотя бы Лазарин. Где-где? Репетирует уже вовсю. Ведь прилетел Серега днем ранее. Можно прорепетировать без нервов. Артистов очень много. Мы играем живьем, поем живьем. Плюс еще действия в номере нужно все проверить. Поэтому всегда долгая-долгая репетиция. Вот это трудяга Лазарев. Так как и все артисты, приехавшие на премию, которым пришлось бороться не только со своим волнением, но и природными подвохами. Об этом позже. Константин Тарасюк, Григорий Мачульский, ПРО Новости.